2 декабря Висогина с рабочим визитом посетила председатель Сейма Литвы Виктория Чмелити-Нельсин, во время которого она побывала на Эгдолинской атомной станции, в Висогинском подразделении завода медицинских изделий Интерсёрджикл, а также в прогимназии Героси-Свильтес, где она провела сеанс одновременной игры в шахматы с тремя воспитанниками президента Висогинского шахматного клуба Евгения Волосатова. Виктория Чмелити-Нельсин уже в 13 лет начала играть в составе сборной Литвы по шахматам. С 2000 по 2010 годы она дважды становилась чемпионкой Литвы по шахматам и неоднократно занимала призовые места на европейских шахматных турнирах. Поэтому для юных висогинских шахматистов было большой честью сыграть с гроссмейстером партию в шахматы. С одним из юных висогинских талантов гостья даже согласилась на ничью. Затем председатель Сейма оставила запись книги почетных гостей и встретилась с учениками и педагогами в большом актовом зале прогимназии Герой Сесвельтес. Приятным сюрпризом для воспитанников клуба стала церемония награждения победителей шахматного турнира, во время которой лучшим игрокам также были вручены и подарки от председателя Сейма Литвы. По словам Виктории Чмелити-Нельсин, в Висогинске она впервые. И этот визит она назвала одним из самых важных приоритетов в списке посещения городов Литвы. Я рада, что была такая возможность приехать сюда среди приоритетных городов, которые я хотела посетить. В ближайшее время Висогинск был один из самых важных, и сегодня вот такая возможность есть. И я рада, что кроме того, что посетила и атомную электростанцию, и в некоторые другие места приехала, также и сегодня здесь, в прогимназии, в школе. Вас не удивило, что в Висогинске столько много шахматистов и таких юных талантов шахматных? Вот это я как раз уже знала, так как мне приходилось играть с вашими юными шахматистами в Кубке Сейма, который проходит каждый год. И сегодня как раз было закрытие детского турнира. Я сыграла очень короткий симультант с победителями и снова пригласила их приезжать обязательно в Вильнюс, когда будут турниры. Там, конечно, очень хорошо, что у вас работает энтузиаст и шахмат, тренер. И видно, что есть много талантливых детей. Меня как шахматисту это очень радует и хочется пожелать, чтобы эти хорошие инициативы, они продолжались. Как вы оцениваете уровень вообще подготовки наших ребят? Ну, вы знаете, на самом деле, когда мы говорим про спорт, например, про детский спорт, очевидно, что многое очень зависит от того, кто наставники и какие у них вот именно ихние и ихняя работа, она от нее и зависит, хотят ли дети, например, играть в шахматы или заниматься какой-то другой спортивной деятельностью. И в случае Висагинеса тут как раз очень хорошо с этим, и это видно по детям. Мы спросили Викторию Чмелити-Нельсон, нужно ли, по ее мнению, уделять Висагинесу больше внимания со стороны центральной власти. Ну, вы знаете, мне кажется, что очень важно, чтобы все регионы Литвы, каждый город, который по-своему имеет свое лицо, свою историю, свою специфику, чтобы все чувствовали себя одинаково, одинаково комфортно. И мой визит тоже и с этим связан, с самой, приехав сюда, пообщавшись с людьми, услышать, что важно, какие есть проблемы, какие надежды, какие планы. И, честно говоря, сегодня то, что я слышу, это то, что, возможно, если и было время такое более сложное, объективно сложное. Сегодня есть и новые проекты, которые открываются здесь. И, естественно, что внимание атомной электростанции, оно тоже должно оставаться довольно серьезное, так как работы по ее демонтированию, они еще долго будут продолжаться. И тут важно, опять же, чтобы, чтобы, ну, так называемая центральная власть об этом тоже, это тоже имело в виду. Поэтому моя надежда и моя интенция, чтобы внимание Висагиносу, оно было дальше, как можно больше, и чтобы люди, которые живут здесь, это чувствовали. Спасибо. А общее впечатление вообще от поездки в Висагинос? Вы сегодня посвятили и центр обучения, и станцию атомную, и вот, и школу, и так вот, ну, в общем, вкратце. Вкратце очень красивый город. Я бы хотела сюда вернуться. Возвращайтесь летом, у нас еще красивее. Обязательно, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok